У меня есть вопрос, Владимир Стаславович, как представитель Минпромторга, активно участвующий в реализации федерального проекта искусственного интеллекта, есть ли стоит добавить? Спасибо большое, коллеги. Рад всех приветствовать. Ну и я присоединюсь на самом деле к Валерии, в том, что для нас, как и для Минэкономразвития, как, наверное, для других наших партнеров из органов власти, рабочая группа всю историю своего развития была партнером с точки зрения отработки наших инициатив, с точки зрения их генерации, их детализации и, безусловно, все те меры поддержки, о которых Виктория сказала, которые были предметом работы в 2022 году, они, конечно, останутся в силе в году следующем. И наши совместные задачи мы видим на следующий период действительно их детализацию, их превращение в динамичные инструменты, связанные с поддержкой внедрения технологий в отраслях, прежде всего, то, о чем сегодня много говорится, то, о чем сказал президент, нам действительно этого не хватает, поскольку те универсальные механизмы, которые на сегодня действуют, но они, наверное, зачастую не во всем отвечают на вызовы каждой конкретной отрасли, и здесь нам есть над чем, конечно, совместно поработать. Поэтому, ну, в том, что касается финансовых инструментов поддержки в первую очередь, мы на следующий год ставим перед собой задачу целый ряд наших направлений субсидирования и разработок, и внедрения технологий в отраслях, сделать более доступными, сделать более специализированными под нужды тех задач, которые сегодня стоят и в химии, в металлургии, в машиностроении, и, конечно, все проекты наших нормативных актов мы планируем с рабочей группой обсуждать, просить у вас о предложениях, будем доправлять и проекты, и отстыковывать с мнением рабочей группы контрольные точки в рамках национального проекта, которые нам необходимо будет осуществить с точки зрения ответа на запросы индустрии в поддержке внедрения технологии искусственного интеллекта в тех или иных отраслевых направлениях. Поэтому и меры поддержки, связанные с разработкой программно-аппаратных комплексов, и меры поддержки, связанные с внедрением программного обеспечения цифровых платформ в промышленности, это те направления, которые должны будут модернизироваться в следующем году и выйти, выйти в свет, мы надеемся, в первом и втором квартале следующего года уже как меры поддержки конкретных предприятий и заказчиков. Второе, то, что касается устранения барьеров, то, что касается создания регуляторной среды, здесь, коллеги, мы, конечно, прежде всего, опять же, должны базироваться на запросе, на запросе из индустрии, потому как далеко не всегда то, что звучит с трибуны, заканчивается конкретикой. Те коллеги, которые о барьерах сообщают, зачастую затрудняются их сформулировать. Очень часто заканчивается работа с барьерами так, что барьеров на самом деле никаких нет. Хорошо, если так, но если чувствуете действительно какие-то конкретные болевые точки с точки зрения регуляторики, с точки зрения стандартов, с точки зрения регламентов, законодательных актов, повторяться не буду, это все почва для нашей совместной работы. Мы просим вас эти предложения в наш адрес направлять с тем, что мы на рабочей группе их отрабатывали уже как проект анимативных актов, проект анимативно-технических документов. Ну и третье, то, что касается нашей совместной работы с потенциальными заказчиками, работы просветительской, работы образовательной, у нас точно также есть для этого все ресурсы. Мы совместно с Минэкономразвития в этом году запустили платформу эффективность.рф, которая как раз таки направлена на то, чтобы до предприятий и малых, и средних, и крупных доносить те успешные практики, успешные кейсы, методики работы с технологиями и с технологиями искусственного интеллекта. Прежде всего, чтобы они становились достоянием, они становились почвой для погружения еще не созревших в обновлении потенциальных заказчиков, чтобы этот процесс шел быстрее, понятнее, проще. Чтобы те мироподдержки, которые у нас есть, они ложились уже сверху на подготовленных специалистов, на подготовленных руководителей, как успешный опыт с понятным изменимым эффектом. Поэтому у нас есть все для того, чтобы эту работу продолжать в следующем году, призывая меня активно участвовать, мы со своей стороны к этому году. Еще раз спасибо. Спасибо вам огромное, спасибо особенное за теплые слова в адрес нашей рабочей группы. Мы вообще работаем с пятью министерствами, это Минэкономразвитие, Минпромторг, Минпросвещение, Минобронауке и теперь Минцифр России. И мы всегда говорим, что особенность нашей рабочей группы в том, что мы не палки в колеса оставляем, а мы помогаем министерству воспользоваться компетенциями нашего экспертного сообщества и сделать предлагаемые либо нормативно-проекты нормативно-правокатства, либо конкурсной документации еще более адекватным сегодняшним условиям. Вот поэтому в этом, наверное, заключается ценность нашей рабочей группы. Так, Михаил, вопрос. Михаил Коряньев, кстати. Михаил Коряньев, вопрос. Я бы хотел дополнить доклад к Олегу. За эти три года был сделан еще один... За эти три года еще был сделан важный акцент в области искусственного интеллекта. Это вопрос информационной безопасности. Они в рамках заседания рабочей группы активно занимались и будут продолжаться в дальнейшем, которые требуют отдельного регулирования и развития этого направления. Хотелось бы пожелать рабочей группе и вообще, в принципе, эти вопросы в следующем году максимально по возможности решить с учетом нашего сообщества и совместной работы с Министерством. Спасибо. Спасибо большое за нас на пустыря. Так, коллеги, следующим у нас докладчиком является Владимир Евгеньевич Авербак, Центр компетенции Федерального проекта искусственного интеллекта. Владимир. Уважаемые коллеги, добрый день. Я бы хотел рассказать о том, как мы как Центр компетенции видим следующие три года в рабочей группе. То, чем мы занимались, это было направлено на развитие движущих факторов, начиная от кадров и исследовательских центров и стартапов. Но все это было вокруг такой ядровой функции именно искусственного интеллекта и машинного обучения. То есть мы концентрировались именно на тех людях, на тех проектах, которые развивают именно ядро искусственного интеллекта и машинного обучения. И в целом проверческие применения этого в разных отраслях мы немножко оставляли так за бортом, немножко касались, но это было без акцента. В следующие три года, может быть, даже больше, кажется, что пора подумать о том, как развивать искусственный интеллект именно в применении в отраслях. Мы посмотрели международный опыт и потом сделали свою оценку о том, сколько искусственный интеллект машинное обучение может дать при масштабном внедрении в атмослях экономики. На 10-летнем периоде это несколько процентов ежегодно. Такой прогноз результатов мы проверили, может ли это быть для Российской Федерации. В целом видим, что до 1% можно получить дополнительную группу в достаточно короткие промежутки времени. И это дало толчок к обсуждению, проведению таких стратегических сессий с участием ключевых компаний, ключевых министерств, министерства экономического развития, министерства цифрового развития и отраслевых министерств, начиная с июля по октябрь этого года. Вот в июле под председателем двух министров произошел такой кип-офф с участием ключевых отраслей. Мы выбрали 5 отраслей. Это было сельское хозяйство, транспорт и логистика, стройка и ЖКХ, здравоохранение и промышленность. Промышленность, естественно, наиболее весомая отрасль, она наиболее плотно обсуждалась, то есть мы больше времени инвестировали в промышленность. И в целом была проделана работа, которая позволяет сказать следующее. По каждой отрасли были определены топ-международные кейсы, топ-российские кейсы. Был проведен опрос с ключевыми компаниями, насколько эти кейсы актуальны, насколько компания видит реализуемость этих кейсов, в чем барьеры. И по результатам таких процессий был сформирован кейсбук. В принципе, парк-код есть. Я даже один экземпляр принес с собой, показать его напечатанную кейсбук. Есть по топ-решениям по искусственно-интелектно-машинному обучению в пяти, выбранных пяти приоритетных отраслях. И его, собственно, можно скачать. С него знакомится совершенно открытый. Вот там без указания компаний, как их либо, скорее, как то, что является консенсус прогнозом любого министерства и их лидеров компаний. И уже 24 ноября Владимир Владимирович сказал о том, что именно фокус следующего десятилетия – это массовое внедрение искусственного интеллекта. В принципе, государство делает на него ставку. Кажется важным нам поддержать здесь государство и крупнейшие компании в том, чтобы меры государственной политики, которые будут приняты, были бы наиболее эффективны. И мы получили бы значимый социально-экономический эффект и значимый технологический рост при внедрении в отраслях. Если говорить более детально, то за этим мозгом стояло достаточно много, в речи президента стояло достаточно много важных тейпесов, наиболее важные мы сюда вынесли. Это сформулировано пока как практически прямые цитаты из текста речи. И вот здесь есть интересные вещи, такие как обновление национальной стратегии, как включение в каждый национальный проект мер по внедрению искусственного интеллекта, переформатирование отраслевых мер поддержки. И здесь есть и образование отраслевых специалистов, то, что мы с вами обсуждали, начали обсуждать. И даже есть новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники. Я, правда, не связываю это с нашей рабочей группой, но, может быть, я здесь ошибаюсь. Вот. И также в рамках конференции был деловой завтрак с участием лидеров тех компаний, которые лидируют в своих отраслях. И мы выяснили, что в целом в каждой отрасли очень немного компаний, кто лидирует в внедрении технологий искусственного интеллекта. Если мы исключим чат-ботов, исключим систему распознавания изображений, хорошо распространенных в нашей стране уважаемых компаний по распознаванию изображений, то в этом смысле те компании, которые в своих основных процессах применяют искусственный интеллект, их, в общем-то, в каждой индустрии можно перечитать пальцем на руки. И в этом смысле кажется, что если мы делаем ставку на искусственный интеллект отраслях, то кажется, что нам, нашу рабочую группу, надо расширять и привлекать туда отраслевых лидеров, которые внедряют искусственный интеллект и занимаются и лидируют у себя в отраслях, так, чтобы нам масштабировать искусственный интеллект из разработчиков, из тех, кто образовывает, тех, кто разрабатывает искусственный интеллект именно в отраслях, то есть масштабировать именно отраслевое внедрение. Кажется, что это вполне достойный флаг на следующие, по крайней мере, три года, который, я думаю, мы проведем также уверенно и полезно для страны, как проведете в следующие три года. Спасибо. Да, Владимир, спасибо большое. Ни одно заседание рабочей группы, конечно же, не обходится без центра компетенции, потому что всю поддержку, все презентации, аналитику, статистику нам готовит именно центр компетенции, поэтому большое вам спасибо. Надеемся, что в следующем году, когда мы будем разгонять нашими усилиями искусственный интеллект в отраслях, вы будете нам помогать в этом еще более усердно. Коллеги, давайте я вам представлю Александра Кайнова. Это один из тех со-руководителей будущих нашей рабочей группы, о которых говорил Андрей Андреевич Миревский. Саша, тебе слово тогда, как у нас пришедшего. Я постараюсь сказать максимально кратко. Я три года назад, когда мы начинали эту деятельность, искренне полагал, что у нас есть только одна, по большому счету, вещь, но хорошо, там две, о которых нужно заботиться, это люди и регуляторика. Ну, потому что весь код, все наработки, все что угодно, они содержатся в головах людей, в умении их применять, потому что все остальное, это существует в виде публикации, исходного кода, и взять это несложнее. Взять, оно все доступно, если есть люди, которые умеют это применять. То есть задача была увеличивать потенциал с точки зрения людей, которые умеют это применять, и создавать такую регуляторику, которая не мешает. Сейчас появилась третья вещь, эти две вещи никуда не ушли, может быть, даже обострились, особенно что касается людей. Сейчас появилась еще одна вещь, о которой, видимо, нам нужно будет серьезно заботиться, это аппаратное обеспечение. Ну, мы и раньше о нем думали, но сейчас вопрос там остро. Возможно, и судя по тому, как развивается тенденция в области искусственного интеллекта, возможно, установится какой-то довольно очевидный курс размена количества используемого аппаратного обеспечения на количество профиля, который касается использования технологии искусственного интеллекта, и, возможно, в этом есть довольно высокая вероятность, не просто мы будем думать, должны будем думать, как обходиться имеющимся железным, а наша задача будет кратно увеличивать его каждый год по отношению к предыдущим, и сейчас в этом большие проблемы. Но все-таки, несмотря на все это, я продолжаю считать, что на первом месте находятся кадры, и поэтому в фокусе нашего внимания должно быть и образование, и научная деятельность, которая дает кадры, которые способны генерировать очень высокие успехи, мы должны поощрять лучших наших специалистов, разрабатывать систему лучших наших специалистов, где самые лучшие наши специалисты, это не только те, которые делают научные публикации, их мы научились выделять, это не только те, кто учат лучших специалистов, я думаю, мы тоже научимся выделять, но и те, которые самые сложные, про них обычно никто никогда ничего не знает, те, кто делает наиболее успешное внедрение технологии искусственного интеллекта, особенно в непрадиционной для технологии искусственного интеллекта области, туда, куда раньше это не доходило. И я думаю, что тоже наша задача будет выделять и поддерживать тех специалистов, я думаю, что довольно редких, и не только у нас, и во всем мире, которые действительно умеют применять технологии искусственного интеллекта в своих областях максимально эффективно. Спасибо. Саша, спасибо большое. Ну, ждем у тебя плодотворной работы в следующем году на новом посту. Вот, твой укрепленный рейт, мы услышали, беремый контроль. Хорошо, коллеги, у нас еще сегодня особый гость, заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций профессионалов Григорий Валерьевич. Григорий Валерьевич, приветствуем вас. Если есть что нам пожелать, сказать, то будем рады. Спасибо большое. Заслушав доклады, понимаю, что работа проделана огромная. Перейди, судя по визуализации, которую коллеги из ГИРА показали в два раза больше, надеюсь, что наша участие активно в работе этой рабочей группы также поможет решение по складу заведать. Вот, ну и будем активно включаться. Мне кажется, логовая цифра, которая раньше была, она наверное не соответствует тому статусу, который есть у министерства в части районной цифровой повестки. Поэтому будем активно нагонять, доверствовать и совместно с вами решить задачи по странам. Спасибо большое. Коллеги, теперь мы начинаем такую нашуку. Сколько я не взяла? Коллеги, у нас совсем монолог превращается. А есть ли какая-то обратная сессия, потому что прозвучала из зала по новым направлениям деятельности на 2023 год? Уже ли все совсем согласны? Спасибо большое. У меня вопрос как раз к вам. По тем направлениям, которые обозначили, есть несколько моментов. Первый момент. Мы про старых цыганях, которых лучше не будем отбывать, а новых рожать не забываем. То есть будем ли мы продолжать на самом деле формировать экосистему? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы говорим про масштабное тиражирование решений, связанных с искусственным интеллектом по отраслям, то понятно совершенно, что задачи ринг-билинга связаны с огромным количеством средств, которые планируются кратное увеличение финансирования федерального проекта, или мы останемся в прежних рамках. Если в прежних рамках, то тогда это будет благими пожеланиями. Если мы действительно смотрим на то, что мы должны в соответствующем образе инициировать даже на условиях паритетного финансирования со стороны отраслей, отраслевых или других национальных проектов, о которых вы говорите, или же даже конкретных игроков на рынке, то тогда все равно нам нужно иметь ресурсы для этого обеспечения. Поэтому вот эти два момента хотелось бы как раз услышать с точки зрения планирования, куда будет трансформироваться федеральный проект. Спасибо. Мне очень нравится, что вы именно от СПЕРа ожидаете ответа на вопрос. Я, видимо, чего-то не знаю. Саш, вы правы, но на самом деле это был доклад, который презентовался Центром компетенции, они же работали в связке, я так понимаю, с министерством, поэтому я адресую этот вопрос. Я не знаю, ребят, может быть, нужно тогда и Валерии тоже этот вопрос адресовать, чтобы совместно они ответили. Давайте я начну отвечать. Во-первых, спасибо за цыганят, отличный вопрос. Нет, конечно, мы отмывать не все равно будем, конечно, но это цыганят. И сейчас только аккуратнее, пожалуйста, к нам по-русски. Поэтому аккуратно, да. Конечно, мы будем продолжать все, что мы делали, это очень важно, особенно мы достаточно большие. активно обсуждали летом, оказалось, это сливок, обучение от сливых специалистов. Вот здесь вот, я думаю, нам в январе надо навалиться и зафиксировать уже точку, которую мы должны в федпроекте пройти, вот, с обучением специалистов, я думаю, мы там достаточно много подготовили. Вот, это первое. Что касается дополнительного финансирования, Никита, может быть, вы тогда, да, продемонтируете. Естественно, и микрофон, и у меня есть? Да, да, сейчас мы передавнем. Здравствуйте, коллеги. Что касается дополнительного финансирования, у нас первый процесс установки, скажем так, произошел. То есть мы запасили 8 миллиардов дополнительных финансирований на ближайшие три года, вот, они распределены так, что, ну, минимальная часть в следующем году, и это под причем-то в 2024-2025 году. То есть мы надеемся, что, как мы будем, по словам Андрея Рынча, наше финансирование одобрят, вот, когда-то общие финансирование проекта врусит в полтора раза. Вот, ну, и плюс у нас произойдет переструктурирование некоторых мер поддержки, и полагаем, что, возможно, и, соответственно, увеличение вне бюджетного финансирования привязано к ним. Спасибо. Так, коллеги, еще вопросы какие-нибудь есть? Да, да, прошу микрофон. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Контратиев Вячеслав, Фистех, Центр искусственного интеллекта. Смотрите, вот очень хорошо, что мы в сферу приложений сдвинемся, но здесь надо вот нам в эту аудиторию и за ее пределами понять следующую вещь, что одно дело делать РНД, и РНД – это один формат работы, другое дело делать прикладные системы искусственного интеллекта в формате мастерской, то есть сегодня у нас работы по искусственному интеллекту, прикладные работы, такие мастерские по решениям искусственного интеллекта. А нам надо, например, переходить в индустрию искусственного интеллекта со всеми вытекающими последствиями, то есть нам надо ставить инжиниринг системы искусственного интеллекта в массовых масштабах и в первую очередь в отраслях. Если в отраслях не будет инжиниринга, сфокусировано на применении систем, умных систем, то просто вот внесения туда знаний будет недостаточно. Поэтому появляется вот еще такая задача инжиниринга. Мы говорим про алгоритмы, про умные, глубокие искусственные интеллекты и так далее, а нам еще придется добавлять инжиниринг системы искусственного интеллекта. Вот на это хотел бы обратить внимание уважаемого аудитории. Кажется, что отличное предложение. Может быть, вы тогда внесете предложение, что дополнить в федеральном проекте. Хорошо, да, если такое будет, то ориентация, да, конечно, что это будет в правительстве предложение. Игнат. Что тогда будет? Так, коллеги, кто хотел бы еще задать вопрос? Минпросвещение у вас рвется в бой. Добрый день, коллеги. Горобец Андрей. Минпросвещение. Хотел бы, знаете, поблагодарить, с одной стороны, вы большую работу делаете и жилой проводите. Но вот сейчас мы с вами вместе, да, на пороге больших свершений. И, к сожалению, вот сейчас работа, которую мы с вами проводим, показали некоторые недочеты, которые мы можем исправить сейчас. Мне кажется, первые из них, которые мы сейчас не видим. Не знаю, коллеги видят, нет, но мы на своей работе отразили, что у нас нет свободного программного обеспечения доступного для изучения и использования в работе. Потому что мы не можем, например, передать какую-то программу учебную школу для эмуляции, создания каких-то нейронных сетей с поддержкой именно, чтобы это было не неким законченным продуктом. Не к лаборатории, например, либо еще что-то. Мне хочется попросить вас, коллеги, может быть, в следующем году в том числе реализовать такой комплекс и передать его в школу, чтобы мы могли на его основе уже обучать. Потому что сейчас у нас таких открытых комплексов для создания, к сожалению, не нашлось. Потому что нам, с теми, с которыми мы работаем, либо недостаточно для изучения, либо требует изучающего более глобального, более совершенного уровня. А сейчас его нет пока. Поэтому мы, с одной стороны, попросили коллег из Минэкономии для того, чтобы проработать вопрос углубленного курса по искусственному интеллекту для педагогов, чтобы как раз на Level Up пойти, но с этим курсом как раз идет автоматический программное обеспечение, которое должно идти для того, чтобы учителя могли готовить именно на этом проработчении и работать уже, переходить в школу. А можно уточнить, а про какое именно программное обеспечение, я, если честно, не знаю, в нашей области, скорее, наоборот, я практически ничего закрытого не знаю. Ну вот что-нибудь индивидуальное, пропоритарное. А если чем-то пользуются многие, то оно сейчас все открытое, может быть, за исключением нескольких тем, которые... Вот сейчас мы пользовались, благодаря большое спасибо коллегам из Сбербанка, мы пользовались его программным исключением, но оно не открыто полностью. Это про какое речь? Я точно не скажу, но... Просто можно это отдельно, по-другому. Может быть, просто это не совсем к области искусственного интеллекта относится, потому что как раз в нашей области все программное обеспечение, которое есть, оно открытое. Ну, может быть, есть немножко проторитарного закрытого, но оно вообще-то мало кто пользует, и вот точно есть открытые аналоги. Мне кажется, вы чуть-чуть разных вещах говорите. Потому что коллеги из Сбербанка, сочинения говорят о том, что коллеги из Сбербанка, я вас понимаю, говорят о том, что чтобы было, грубо говоря, какая-то коробка, которую они могут поставить в школу, учить в школу, и ей легко было бы пользоваться, без развертывания сложностей. Чтобы, грубо говоря, просто взять питон, гугл коллаб и так далее, немного сложновато для школы. Вот, как бы, что-то такое, что можно взять и поставить, и было хорошо. А, инфраструктура уйдет? Да, это не штука. Инфраструктура сейчас в школах уже создана, можно использовать, любую можно использовать. Вопрос о том, какие ресурсы необходимы для этого, давайте обсуждать. Потому что программа обеспечение сейчас не передается никакого, поэтому разговоры с институтами не идет. Если будет программа, давайте отсюда, мы готовы внедрять это, это интересно, это нужно и полезно. Так, Андрей, спасибо большое за конкретное предложение. Да, Паша, цифры? Спасибо большое, как человек, который тоже стоял в истоках в 2019 году, вспомнил, как мы в 2020 с Владимиром, в том числе, и с коллегами обсуждали, какие отрасли должны быть приоритетными. И такое действительно было полноценной дискуссией здравоохранения, сельское хозяйство, ну, понятно, большой охват людей, действительно, как говорил коллега из Минека, все-таки на человека изначально был рассчитан, на фед-проект. Мы все били за промышленность, как в компании, которая в искусственном веке, промышленности, промышленность, промышленность. В итоге промышленность в каком-то виде, как мы считаем, сейчас победила, правда, мы все время чуть-чуть опередили, получается, саму постановку вопроса, и активно занимались этим внедрением. Сейчас мы видим, что к нам после пилотных проектов, небольших, которые действительно показали эффект, которые, если эскалируют на отрасе, получается, действительно триллионы рублей в ВВП, мы видим, что заказчики возвращаются, и они готовы уже инвестировать. То есть тут мы бы со своей стороны, наверное, в качестве предложений, в качестве темы для проработки, с вами с рабочей группой, застали бы возможности негосударственного финансирования для развития этой индустрии, потому что многие наши индустриальные заказчики из химической отрасли, из металлургической, готовы собственными деньгами уже, собственно, располагать, инвестировать в проекты, в том числе вот те вещи, которые мы на предыдущей стратегической сессии с анонцифровой экономики разрабатывали проект, который сейчас, по сути, лежит на боку, да, и MailSpace, мы его готовы тоже совместно с отраслевыми партнерами поднять, и мне кажется, сейчас вот и мы созрели, да, и в целом отрасль созрела, и коллеги все видят, какой результат был проделан, поэтому мы продолжаем работать, спасибо вам большое, и в качестве вот этих предложений мы внесем тоже в нормальном рабочем режиме, спасибо. Хорошо, спасибо большое. Да, Михаил. Хотел бы несколько позитивных моментов добавить, у нас в рамках проделанной работы по индустриальным центрам компетенций прошло, как минимум, два крупных проекта, и другие также там присутствуют, это система управления посевами на базе искусственного интеллекта и комплекса автономных наземных роботов по Econilver Holding, это проект, который утвержден президентом правительственной комиссии, вот, и также автоматизированная система контроля и ношения средств и биоэнной защиты, это ГМК, достаточно крупная индустриальная компания, так как же готовая с этими технологиями внедрять. Также есть проект, это, по-моему, с учетом искусственного интеллекта, по-моему, поэтому сама технология в индустрию как бы продвигается. Ну, слава богу, значит, это и работаем. Да, проект, по-моему. Здравствуйте, большое спасибо за доклады, Роман Байндорф, пастер искусственный интеллект-проект и, скажем так, инфраструктивного моделирования МФТРИ. Собственно, мы видим, особенно в последние годы, большую как бы гриляцию между большой зависимость между количеством данных и моделями, что пока что зависимость лимейная, что чем больше как бы данных и чем больше моделей, тем лучше ее качество, лучше перспомнить. Соответственно, здесь возникает вопрос как раз в таких, наверное, дата-центрах. Насколько эта часть затронута в текущей программе? И насколько вы видите, как бы, не знаю, есть ли какой-то шанс, и нужно ли это менять, какими-то отечественными решениями в области дата-центров, производства как, и вот как с этим стоят дела, как бы вы видели эту подразь развития дата-центра? Роман, вопрос к кому нарисован? Регулятору или центру компетенции? Ну, наверное, кто может на него ответить? Речь про данные или про дата-центры? Да, но я думаю, речь про дата-центры, которые способны, конечно, на какое количество данных обрабатывать. Ну, и, конечно, про данные тоже, будет ли какая-то, не знаю, там, общая, там, общая база данных открыт, данные, которые собираются с компанией. Минцифры постоянно, прям, очень. Я прям уверен, что будет, мне кажется, они не отступятся и будут точно. Как бы это, если говорить про данные, какой-то, про данные. Ну, вообще, мне про данные, знаете, что кажется, что я на своем опте, не знаю, на что у вас другое такое-то, каждый раз, как все люди говорят, что, конечно, нужны данные, нам нужны данные. А если задаешь вопрос, скажите, а какие конкретно вам данные нужны, какие открытия, дата-сеты вы уже использовали и каких собственных данных вам не хватает. Вот тут люди замыкаются и перестают разговаривать. Но данные, правда, нужны. У нас, правда, система фундаментальная проблема, что во многих областях данные не собираются, но они не собираются потому, что туда не пришло еще, ну, не пришло понимание о том, что технологии нужно не дать, потому что там, где пришло, там начинают собирают данные. Ну, обычно последовательность такая. Что касается дата-центров, это суперогромная проблема, с которой, правда, непонятно, что делать. Потому что построить дата-центр можно. Вопрос, как это насытить необходимым оборудованием. Откуда его взять? Это большая проблема. Если говорить о том, что делать свое оборудование, мне кажется, конечно, нужно думать о том, что делать свое оборудование. Но я не верю в ситуацию, когда мы, скажем, на горизонте там 3-5 лет можем прийти на свое оборудование. Дай бог к этому времени начать, что вообще что-то будет сделать конкурентоспособное. А мы, конечно, эти годы ждать не можем, поэтому нужно придумывать, как и откуда добывать железо, которым мы сможем насытить дата-центры. Но я не думаю, что есть экономическая целесообразность. И вообще хоть кто-нибудь, мы даже пытаемся так не делать, никто не строит дата-центры в прок. Дата-центры нужно строить под конкретные задачи. Ну и вообще это такой довольно хороший бизнес. Строить и продавать дата-центры – это нормальный бизнес. Амазон тот же самый. Он живет в основном не на… до сих пор Амазон основные доходы – это не торговля, а облака. Ну вообще облачный сервис – это вот свой высокодоходная вещь. И у нас в стране есть несколько компаний, у которых есть свои облачные сервисы. И так, как они еще до сих пор не стали высокодоходными, видимо, еще у нас недостаточный спрос. То есть должен быть выше спрос, будут расти и облака, их будет ставить все больше и больше, будут осторожны дата-центры. Так что нужно делать две вещи. Нужно растить спрос на дата-центры, и нужно понимать, откуда мы в любые, неважно, чьи дата-центры, сможем поставить железо и железное оборудование. Ну и все, я думаю, что это… А делать какую-то такую свою программу, типа давайте поставим пробу дата-центры в чистом поле, кому-нибудь наверняка пригодится, но вот такое, мне кажется, в большом смысле не будет. Ну, я не знаю, а вы быть не правы. Давайте выразите кто-нибудь, потому что, не знаю, вы все это компетенция. Я, коллеги, дополню Александра немножко. У нас есть же еще ЦХИР, в то время подсматриваем, как они расшифровываются, Центры компетенции по развитию российского общесистемного, только в одном программном обеспечении. В части софта там есть отдельная ЦКР, которая функционирует, называется цифровая платформа. Соответственно, в части софта отечественное решение, в том числе по виртуализации и другие для создавших разрабатываются там. Насколько мне известно. Опять же, это не перспективы, не горизонт. Там завтрашнего дня и, скорее, 2-3 года потребуется для создания полноценных отечественных решений. Алексей, спасибо за дополнение. Коллеги, еще вопросы? Сергей. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Технический комитет по стандартизации 164, искусственный интеллект, был создан практически одновременно созданием рабочей группы три года назад с небольшим, и все это время мы очень активно взаимодействовали. Отчасти это было связано с тем, что государственный регулятор работы технической стандартизации дневных, стандарт со всеми нашими группами и документами такого государственного планирования направляли нас на согласование в рабочую группу, а отчасти это было связано с таким неформальным моментом, что мы всегда понимали и понимаем, что на площадке рабочей группы сосредоточены лучшие специалисты в области, потому что она объединяет лидеры рынка, рабочих, ключевых и так далее. Поэтому мнение рабочей группы для нас всегда было очень важно, категорически важно. С большим, так сказать, удушевлением мы смотрим на то, что, вот как сегодня было объявлено, деятельность рабочей группы и вообще этот проект сделает крен в сторону внедрения технологии искусственного интеллекта прикладных размеров. Потому что, вот если говорить о нашей работе, о данном техническом регулировании, то мы видим свою основную задачу, как снятие барьеров по внедрению технологии искусственного интеллекта прикладных барьеров, связанных с недостаточным качеством, гарантированной функциональной надежностью, работа, так сказать, системы искусственного интеллекта. И в этом плане взаимодействие на площадке рабочей группы с тем самым потребителями, отраслевыми потребителями технологии искусственного интеллекта для нас будет очень важно. Я бы предложил ставить вопрос, мы, кстати говоря, недавно, совсем недавно, неделю назад с коллегами в рабочей группе обсуждали вопрос, такой для нас очень чувствительный и важный, вопрос востребованности в области искусственного интеллекта, эта работа будет продолжена, я надеюсь. И я бы предложил ставить вопрос в области нормативного технического регулирования, как создание системы оценки соответствия техническим требованиям в области искусственного интеллекта, в такой системы оценки соответствия, в такой системы сертификации, которая как раз и даст гарантии качественной надежности системы и позволит внедрять систему искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики и социальности. Спасибо большое. Да, Сергей, спасибо. Коллеги, кто хотел бы еще высказаться? Да, да, извините, второй раз беру слово, но как раз в дополнение к тому, что предыдущий коллега сказал. Да, конечно, начинать надо с требований и оценки соответствия требований. Но дальше-то там следующая история. Это функции, которые обеспечивают исполнение этих требований. Дальше компоненты, программно-аппаратные комплексы, которые обеспечивают исполнение этих функций. Дальше методы работы, стоимостной анализ, который обеспечивает вот эти комплексы и так далее. То есть это тоже называется системный инжиниринг. Сегодня у нас промышленность, вот находясь на площадках и так далее, не готова. Она еще и системный инжиниринг плохо освоила, а тут еще надо системный инжиниринг с использованием интеллектуальных систем освоить. Поэтому это вот такая существенная проблема. Но то, что хорошо, я согласен с коллегой, все начинается с требований. Самая простейшая задача, но не заканчиваются требованиями. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, ну вопрос. Можно и не задать? Я не могу в этот момент, да. Извините, пожалуйста, я чуть более конкретную речь, то, о чем как раз Сергей Владимирович сказал, и что прозвучало в докладе у Владимира Абербаха. Если мы идем в отрасль или в сферы деятельности, понятно, что госуправление не в отрасль, а в сферах деятельности, как и здравоохранение и так далее, то вопрос в том, будем ли мы это делать внутри себя, то есть притаскивая специалистов в нашу рабочую группу и распределяя их по отдельным каким-то подгруппам или еще что-то. Или же мы все-таки пойдем к ним, там, где они занимаются, в своих национальных проектах, в своих федеральных проектах. И с этой точки зрения создание подобных вот таких вот совместных рабочих групп, где обсуждались бы вопросы, и доработки соответствующих отраслевых стратегий цифровой трансформации и ведомственных программ цифровых трансформаций. И еще я добавлю сюда еще одну размерность, о которой мы много говорили, но не реализовывали. Это вопросы, связанные с региональным разбитием и с субъектами. Поэтому с этой точки зрения мне кажется, что если отчасти смотреть систему управления, развитие и использование искусственного интеллекта в сферах деятельности и в регионах, то нам, наверное, нужно как раз иметь соответствующие такие вот команды, рабочая группа, неважно какая форма, это нужно как раз думать. Но идти не у себя пытаться все это сделать, потому что многие могут не прийти, а идти туда к ним, в те системы управления, которые есть по цифровой трансформации в отдельных сферах деятельности, отраслях и регионах. Поэтому я бы как раз в этом направлении подумал, куда нам выстраивать систему управления следующего года. Спасибо. Нет, о чем? Мы сейчас вот тут соберемся и решим, как нужно уже в отноводстве внедрять искусственные интеллекты. Я с вами совершенно согласен, да, что это довольно глубоко, если мы и себя будем такие вещи обсуждать. Конечно, в пределе в каждой отрасли должна появиться, должна появиться какая-то своя группа, где мы можем туда когда-то забыть, приходить и как-то помогать, или еще что-то представители здесь участвуют для решения общих вопросов. А так-то, конечно, мы здесь собираем. И я, кстати, со стандартными соглашусь, потому что когда стандартная... А почему какое-то такое до конца непонимание, потому что это на тип стандарта просто на искусственные интеллекты не понятно, как стандарты в математике. А когда начинается речь про конкретное применение в конкретном месте, да, о да, там вообще нельзя не стандарты, а на начале нужно прописывать, а потом что-то делать. Спасибо. Коллеги, давайте переходить к следующей части нашего заседания. Мы сейчас хотим немножко поговорить об отраслевых барьерах, то есть о тех барьерах, которые возникают при внедрении технологии искусственного интеллекта в отраслях. И наш докладчик Алексей Сидорюк как раз посвятит свое время четырем отраслям. Да, коллеги, еще раз добрый день. Мы по поручению рабочей группы искусственный интеллект с конца прошлого года, еще начиная как центр четвертой промышленной революции, была другая жизнь в конце прошлого года, и заканчивая уже, ну, как именно как анонс «Права экономика», начали исследование по искусственному интеллекту в отраслях по сбору эффективных практик, провели порядка шести публичных дискуссий по сфере обрабатывающей промышленности, здравоохранения, ритейла и сельского хозяйства. И, наверное, я здесь поблагодарю многих фаилов, которые присутствуют на сегодняшней сессии, а также тех, кто не присутствует. Минпромторг нам оказал существенную поддержку Минцифра, Минэкономразвития, также Минсельхоз и Минпромторг. Минздрав России. За это время, вот я подготовил циферки, мы подключили более шестидесяти экспертов к работе, то есть над каждым отчетом работало порядка десяти-пятнадцати экспертов. Провели больше десяти встреч различного масштаба экспертных, и при этом посчитали количество трудозатрат, которое измеряется сотнями часов экспертов. За что коллегам огромное спасибо, что инвестировали в нас это время. Добрали порядка трех ста двадцати четырех решений в лонглист, и из них порядка ста в шорт-лист. Соответственно, этими результатами я хочу поделиться, но я хочу это сделать не в одностороннем порядке, не чтобы у меня был монолог, а чтобы мы, наверное, с вами продискутировали, и я вижу здесь представители отраслей со стороны промышленности, со стороны здрава. Возможно, вы в какой-то части со мной поспорите, не согласитесь, это тоже будет очень ценно, это поможет нам качественно доработать отчеты. По обрабатывающей промышленности в числе партнеров у нас выступили большое количество промышленных компаний, в числе которых Росатом, Цифра, Науман и другие предприятия. Десять экспертов поучаствовало в работе, мы провели несколько публичных сессий, Национальный промышленный форум и Цифр, открытая рабочая группа по цифровизации промышленности. Из них мы отобрали 25 решений и сам отчет презентовали в рамках Реи Джоне. Что видится в виде, скорее, сценария применения искусственного интеллекта в промышленности? Во-первых, это использование компьютерного зрения, как уже говорилось. Это контроль качества продукции и отбраковка некачественной продукции, обеспечение промышленной безопасности, он, коллега, сегодня говорил про наношение СИЗО именно в промышленной безопасности. Это ремонт по состоянию, продление сорока службы оборудования и уменьшение расходов на ремонт. К сожалению, подобная система скорее, ну, мы в некотором отставании начали их делать относительно в мире, как выглядит, что многие сейчас участники рынка в спешном порядке пытаются наверстать этот герб. Это касается и Росатома, касается и Интеррау. То есть сейчас создаются прям платформы предиктивного анализа, в том числе для обслуживания иностранного оборудования, которое оказалось без доступа к платформе за рубежом. Это использование цифровых двойников и цифровое проектирование и моделирование. Мы знаем подобную платформу у Росатома, Ростех использует ее уже полномасштабно на своих предприятиях. Это в целом позволяет сохранить стоимость и длительность лабораторных исследований. Ну и как такой новый зарождающийся тренд, но в том числе, который в некоторых лидерах отрасли уже прижился, это использование роботизированных технологий на производстве и в складах. Есть четыре кроссотраслевых барьера, которые, как нам кажется, относятся ко всем четырем отраслям. Во-первых, не сходится экономика, то есть часть решений очень долго окупается. Это связано и с низкими российскими зарплатами в регионах, в реальном секторе. Это связано и с тем, что у нас рынок сбыта для наших предприятий зачастую составляет регион, в лучшем случае Россия, в самом лучшем стране СНГ. То есть у нас достаточно узкий рынок сбыта, и в этом плане повышение эффективности на 1-2% где-нибудь на предприятии Японии, где средняя зарплата 4,5 тысячи евро, так скажем, у сотрудника, она окупается в течение 2-3 лет. В России этот срок окупаемости может быть 5-7 лет, а может быть даже и выше. И в этом плане нам кажется очень своевременным мероподдержки Минэкономразвития России по внедрению искусственного интеллекта, когда часть финансовых затрат берет на себя государство. Дефицит специалистов и кадров обсуждается везде и всегда, но мы бы хотели немножко конкретизировать, что это специалисты, которые одинаково смысливают в отрасли и хорошо знают машинное обучение. И могут самостоятельно и создавать продукты, и адаптировать имеющиеся решения. Не урегулированы во многом вопросы по обмену данными. Мы видим отдельные отрасли, как здравоохранение, например, где появилась платформа по обмену датсетами, но она появилась ближе к концу этого года, еще не играет существенного влияния для самого рынка. И нет единой платформы тоже, мы здесь надеемся на коллег из Минцифоры, что они помогут подобную платформу создать. Если же переходить конкретно к отраслям, к их барьерам, то в обрабатывающей промышленности есть разный уровень цифровой зрелости компаний, но если брать малый и средний бизнес, то у них не всегда есть базис, на который можно внедрять решения на базе искусственного интеллекта. И мы столкнулись также с устаревшим оборудованием на ряде для сбора данных и дефиците этих данных. В здравоохранении участвуют у нас 12 экспертов, в том числе члены нашей рабочей группы, там мы отобрали больше 110 решений, 50 из них, чуть меньше, 45 на текущий момент входит в шорт-лист. Это еще не итоговое, мы его нигде не опубличили, но между тем по сценариям применения мы видим следующее. Это компьютерное зрение для анализа медицинских изображений, система поддержки принятия врачебных решений. Сегодня с утра мы с коллегами из здраво говорили, что этот сценарий, к сожалению, пока не в полной мере у нас в России реализован, хотя потенциал есть. Это прогнозная аналитика, использование искусственного интеллекта в фармацевтике, и в этом плане мне лично понравился опыт университета Иннополиса, когда мы были на Digital Иннополис Бейс, у них есть сценарий по производству дженериков на основе тех ингредиентов, которые есть в России, и какие сценарии сейчас у них активно колотируются с АРФАРМ стандартом. И развитие мобильного здравоохранения, несколько в такой перспективный френд, но он проявляется. В качестве барьеров нам кажется, что нет понятной модели монетизации. В рамках эксперимента московского такая модель монетизации на сегодняшний день, она внедряется, но, к сожалению, это не на базе всей федерации российской применяется, а только на базе конкретного субъекта. Это сложности интеграции региональной IT-контуры, МИСы и другие системы, и низкий уровень компетенции на местах, а иногда даже отсутствующая команда техподдержки для того, чтобы что-то проинтегрировалось. И проблема доверия участия медицинского сообщества. Мы видим, что с повышением качества и точности соответствующих решений эта проблема снимается сама собой, но это длительный путь. И пока что далеко не все врачи доверяют искусственному интеллекту. В ритейле и логистике 8 экспертов и порядка 30 отобранных решений в итоге. В части типовых сценариев применения это повышение эффективности омниканальной торговли, контроль состояния водителя, подобное решение, например, X5 групп нам презентовало в Анаполисе, оптимизация маршрутов в режиме реального времени, автоматизация работы складских центров и как перспективное мы видим применение беспилотного транспорта, ну в частности там в Анаполисе вся доставка осуществляется роверами. Я посмотрю на Сашу, чтобы он кивнул. Вот, ну в общем нам кажется это тоже одним из перспективных сценариев. В качестве барьеров неожиданно, но здесь выходит на первый план негативное экономическое ожидание, потому что ритейлеры сейчас не готовы инвестировать долгосрочно в подобное решение, поскольку ожидают сокращение рынка сбыта. Платежеспособного спроса со стороны населения, но в общем долгосрочные проекты не идут сейчас. И это также низкий уровень цифровой грамотности для оффлайн-компаний, особенно которые были в первой волне. Вот, и последнее. В сельском хозяйстве 15 экспертов поучаствовало в работе порядка 30 кейсов отобрано. В части основных сценариев это автономная техника для пассива выращивания и уборки, выявление зон с угрозой урожая с помощью дронов, мониторинг состояния полей и мониторинг состояния крупного рогатого скота. И в качестве барьеров, кроме проспрослевых, которые были перечислены, мы пока что видим, что рынок не совсем типов коммодити, как это называется. То есть мало относительно типовых недорогих решений, и в основном только крупные фермерские хозяйства внедряют в себя подобные вещи. Вот, друзья, я бы хотел, чтобы, опять же, это был не монолог, а вы с чем-то согласились, с чем-то поспорили, или сказать, что я вообще не прав. Поэтому тут больше жду вашей обратной связи. Если есть особое мнение по орослям, об означенном то есть какие-то сценарии используются, производства нечеткие, которые можно было бы попробовать обобщить с тем, чтобы требования к этой платформе скоммулировались? Ну, здесь я бы, если честно, начинал с сельского хозяйства, поскольку у них был там самый явный спрос на эту проблематику. В частности, от Cognitive Pilots есть ассоциация специальная, которая объединяет сельскохозяйственных производителей, которые возглавляет Наталья Филиппова, от них был запрос в большей степени. Поэтому я бы, наверное, оттуда дискуссию бы начал. В части здравоохранения вроде как эта проблема уже решается, как мы сегодня услышали от Павла Сергеевича, от других коллег со стороны Минздрава России. И в части промышленников, наверное, ну тоже от части компаний мы подобную историю слышали. В основном от тех, кто сейчас столкнулся конкретно с тем, что у них осталось зарубежное оборудование, которое перестало быть подключено к системе прогнозного ремонта. Соответственно, есть спрос на то, чтобы обогащать датсеты друг друга и делиться вот этой информацией с рынком. Ну, в частности, Интеррау к нам обращался с подобным запросом. Они уже проводили даже собственные хакатон, но там общая проблема с тем, что для того, чтобы, ну, наверное, назову своими именами, для того, чтобы обслуживать турбину Симмонс и определять вероятность выхода оборудования из строя, необходимо накопить датсет хотя бы там из тысячи записей по выходу из строя. Соответственно, в Интеррау есть десятки подобных сценариев, есть десятки подобных записей. Поэтому есть ощущение, что объединившись, рынок может сформировать датсет и сделать решение более точное. Ну, то есть у вас есть контракт, можно будет проработать? Конечно, конечно. Это по каждому из этих тезисов есть конкретные заинтересованные люди, которые это просили. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы? Юрий Евгеньевич. Спасибо большое. У меня один вопрос и один комментарий. Вопрос, зачем объединили торговлю и логистику, а не отнесли логистику к транспорту, который традиционно рассматривается, там схожий бизнес-процесс и применение очень схожей. В торговле много своих специфик, и поэтому я думаю, что Алексей тогда ответит. Но в комментарии мой как раз заключается именно вот то, что Григорий Валерьевич обозначил по поводу единой платформы для обмена данных. Про это можно и нужно говорить тогда, когда будет решен третий вопрос, который стоит ровно перед этим. И эта проблема как раз то, о чем говорит Алексей, что делать с промышленными данными, которые обрабатывались за территорией Российской Федерации. Вот мы сейчас все это дело и пожинаем. Наряду с законодательством про локализацию персональных данных на территории России, нам в не меньшей степени нужен точно такой же закон про локализацию промышленных данных. Это первое. Второе. У нас вообще нормативное регулирование вопросов работы с данными, с большими данными в том числе, они у нас в очень плачевном состоянии. У нас в нормативном поле нет вообще, говоря, большей части этих понятий. И с этой точки начинают самих данных в цифровой форме, заканчивая оператора, владельца, посредника. А здесь как раз и нужно говорить о неком медиаторе, который будет предоставлять возможность эти данные обменивать, контролировать их и так далее и тому подобное. Поэтому наряду с тем, что нужна инфраструктура для обмена данными, называйте ее единой платформой или еще как-то, нам нужно в не меньшей степени, может быть, даже используя механизмы ПРФ, как можно быстрее решать проблему нормативного правового регулирования работы с данными в Российской Федерации. Спасибо. Да, спасибо большое. Наверное, последовательно отвечу. Вот по промышленной данной у нас уже был заход в рамках отраслевой рабочей группы цифровая промышленность в прошлом году. Была подготовлена нормативно-правовая база, но, насколько я понимаю, в Минюсте это не прошло. И резолюция от Минюста была то, что нет предмета для регулирования. То есть Минюст в этом не увидел предметы для регулирования. Возможно, стоит вернуться к этому вопросу, но по состоянию на прошлый год эта ситуация там подвисла. В части нормативных данных и медиатора, наверное, полностью соглашусь, что действительно вот этот вопрос третий имеет смысл решать первым, урегулировать вопросы по обмену данными. В том числе мы две модели такого регулирования рассматривали в рамках рабочей группы. Сначала приходил Олег Ильич Качанов с этой проблематикой, и затем Александр Михайлович Шойтов. И мы в рамках рабочей группы давали обратную связь. Я надеюсь, что на новом витке развития мы продолжим этот диалог с Минцепрой России и дадим какие-то рекомендации от отрасли. Да, Андрей, сначала воспользуюсь случаем, пока тебе передают микрофон, с днем рождения тебя. Да, да, давайте посмотрим. Спасибо очень, что я хочу сказать. Сейчас, подожди пока, дай мне тебе расскажу. Мало ли кто не знает, вы знаете, у нас, как обычно, в любой области всегда набирается человек 50-й эксперт, который использует средний больший эксперт. Вот скажите мне на скидку, кто у нас, ладно, там, кто номер два? Мы родились, все понятно. Кто номер два? Юрист в области искусственного интеллекта в стране. Вот редко такое бывает, что есть номер один, а номер два – это 20 раз подумаешь. И, знаете, как обычно, к сожалению, жизнь так устроена, что если тебе приходится общаться с юристом, это обычно что-то не очень приятное. Андрей – прямая противоположность. Это юрист, с которым очень приятно общаться, но мало ли там с кем приятно общаться, а еще главное – очень полезно и продуктивно. И поразительное тоже обычно – где юристы, а где этика, но тут вот прям все в одной точке. Адрей – еще вытаскивает на себе все, что касается кодекса этики искусственного интеллекта. Вообще, как пчелы против мертвых, потому что что такое кодекс этики? Это то, что нас защищает о внедрении законов, регулирования и всего того, с чего коронятся юристы. Вот такой поразительный интуизм со стороны Андрея. Он делает все, чтобы жесткое регулирование появилось похоже. С днем рождения, интерес, такой очень приятный день делать. Спасибо большое, Саша. Моя любовь к искусственному интеллекту проявляется в том, что с днем рождения я сейчас нахожусь здесь в кругу большого количества экспертов в сфере. Большое спасибо коллеге. И спасибо отдельно за очень лестные слова. Я хотел прокомментировать тем самым не самую лестную тему по теме перст-данных и с укоротками. Мне кажется, ей примерно столько же лест, сколько слово «искусственный интеллект». где-то в 50-х зародилось, тогда же и тема данных просто не стала обсуждаться. Я немножко иронизирую. Почему? Потому что, с одной стороны, действительно очень правильное дело в основном вопросах. Всем нужны данные, все хотят с ними работать, и вот нет такого обсуждения, где кто-нибудь бы не сказал, что вот у нас регулирование мешает этому распространяться. Но давайте одновременно будем честны. Каждый раз, когда дело доходит до выяснения реальных кейсов, реальных наборов данных и реальных отраслевых проблем, поиска конкретного, может быть, акта, который нужно поправить, вот здесь почему-то у нас всегда происходит затык. Хороший пример с промданными, когда регуляторы говорят, друзья, так нет вроде барьеров, да что вы, я здесь не то, что поддерживаю регуляторов, в том смысле, что, может быть, они и есть, можно еще поблубже сказать. Но вот, когда заходит речь, согласитесь, по конкретных барьерах, всегда нужна поддержка, показать, какой этот ассет не можем открыть, из-за какой статьи законы, или незаконы, или может быть, нужно что-то принять. Здесь всегда, пусть, серьезная пробуксовка происходит, поэтому если кто-то знает конкретный прямо пример, давайте вместе разберем. Мне кажется, что есть много хороших примеров, когда регулятор идет навстречу бизнесу. Это очень важный тезис, то есть не говоришь, что все делал регулирование. Ну а особняковские темы перс-данных. Друзья, вот тема перс-данных гигантский шлейф сейчас. Там огромное количество интересов. Вы видите, что с одной стороны на AI-джоне все вплоть до президента говорят про необходимость предоставления возможности разработчикам работать с искусственным интеллектом, но с другой стороны я призываю не жить в безвоздушном пространстве и понимать, какая еще ситуация с темой перс-данных данных, как она воспринимается обществом. То есть, вот с этой точки зрения давайте вместе поищем баланс. Мне не кажется, что он заключается в том, что говорить регулятор нам что-то не дает. Давайте выработаем модель, когда будут как бы и восприниматься разработчики нормально. Регулятор доволен, мы с вами получим данные. Но в основе всего будет лежать конкретный кейс. Что нам нужно? Показательный пример это то, что единственный экспериментальный правой режим, единственный поданным, заложен в модель ТПР. Этот ТПР до сих пор не принят. Почему не принят, я сейчас не буду указать. Не в свою сферу, но не принят, как мне кажется, еще и в том числе, потому что не сильно-то игроки заинтересованы в такой модели. Поэтому, если есть действительно предметный вопрос с данными, давайте небольшую экспертную группу создадим из самых увлеченных людей, которые вместе это все изучат, прокопают. Мне кажется, там уже дальше написать какую-то изменю регулированную на свою сторону. А вообще, давайте все этики занимаемся. Спасибо. Спасибо, коллеги. Переводим. Парай. Здравствуйте. Тема затрагивалась, но я хочу подчеркнуть. Это тоже просто послевает, что понятно. С одной стороны, есть у нас три министерства, которые так или иначе касаются проблемы искусственного интеллекта, принципов, временах и Минхром. С другой стороны, он с полком, он как-то наперекрестит, оказался науки. Минобрановых еще даст, сочетаем. Фонд работает по разным мерам поддержки, с разными ГРБСами, с разными ГПИМами, и среди прочих у нас есть мера поддержки, которая называется поддержка дизайн-центров по чипам, по микроэлектронике. и защищая, несмотря на защиту проекта, мы видим, что та история, которая связана с разработкой железа, потоискусственный интеллект, будь то ГПЮ, будь то нейроморфные чипы, она находится в общем виду всех паков, которые идут и заходят. При этом паки, они вполне сейчас имеют литарный характер, в большей части направлены на интеллектозамещение, когда ребята заходят с более сложными проектами, например, по нейроморфным чипам, они особняком стоят, а соревноваться за деньги приходится с проектами, которые нацелены на интеллектозамещение. Может быть, имеет смысл подумать о том, чтобы выделить внутри меры поддержки по микроэлектронике не супер какие-то большие деньги, но защищенные деньги, окрашены непосредственно порчиками под искусственной интеллекту. Я вложу на это тему задуматься. Как раз Владимир Связослович убежал, но мы отфиксируем протокол рабочей группы и, наверное, предложим, если нет, это коллег про выражение. Конечно. Значит, последнюю выступлению хотел бы практический кейс посадить прямо на реальную такую практику, что практика за этим мы сегодня обсуждаем очень интересно. Вот смотрите, предприятие на Урале небольшое, то есть конвейер идет, и нам надо организовать цифровое качество. То есть построили цифровую модель объекта, детали, построили цифровой процесс, поставили техническое зрение, поставили манипулятор, все это вместе соединили, и вот эта штука начинает торговать. Прямо какие задачи просят и есть спрос предприятий, которые производят разные полезные детали. Но могут они эти задачи поставить? Нет, не могут. Они говорят, объяснить могут, а вот формулировка кейса, с помощью которого они могли бы это сделать, не существует. И что нас просят? Они говорят, а можно ли сделать опорный кейс, который был бы дешевым, и много предприятий его используют, и тогда себестоимость внедрения у нас уменьшилась на эффекте масштаба. Но рядом с этим предприятием, совсем недалеко, несколько километров, большой автозавод находится. И этот большой автозавод решает ту же самую задачу, тот же самый конвейер, те же самые детали, похожие детали, та же самая модель, цифровые манипуляторы и так далее. А они почему не могут? А у них нету такой компетенции. Мы делаем машины, а вот как делать системы, в которых страивается технический интеллект, нас этому вузах не учили, действительно не учили. И поэтому создание этих опорных представлений для промышленности, пояснение того, как они могут ставить задачи, какие типовые опорные решения они могут использовать, они не должны разрабатывать, они даже ТЗ не должны разрабатывать, они должны в какие-то шаблоны, формы и так далее вписывать свои пожелания, по требованиям к этой системе и записывать ограничения. А уже специалисты могли бы такую историю решать. Вот я почему извините это, беру третий раз, потому что мне кажется именно в этой аудитории эта задача решаема. Вот здесь находятся те люди, специалисты, которые могут способствовать решению этой задачи. Спасибо. Спасибо, я, наверное, с той стороны немного дополню. Действительно очень хорошая вещь, комплект документации уже готовый и решение, готовое к масштабированию. Пока, наверное, те решения, которые мы видели, они не все находятся на таком этапе зрелости цифровой, но вот у нас есть портал, называется Цифробанк, мы упаковываем лучшие отечественные решения, которые находим на уровне субъектов российских федераций либо на уровне компаний. В этом плане в целом мы как раз таки планировали в эту область дорабатывать проект. Я знаю, что у коллег из Вера, например, есть прям под ГЧП и под концессию готовые пакеты, шаблоны, документы, но это больше под инфраструктурные решения. Я знаю, что многие, кто занимаются этим бизнесом, они так или иначе к этому идут. Спасибо за предположение. Да, у Анны тут и у Павла вроде еще кто-то ввел вопрос. Анна Михайловна. Павел, первый. Павел Рыцарь, вступай вместо вам. Павел, второй. Рыцарь, здравствуйте. Я Анна Миширякова компания Третье Мения и, собственно, я буду говорить про здравоохранение. Мне кажется, что у нас в целом в нашей отрасли неплохие результаты и то, что было показано на слайде и вообще у нас было такое опасение, что после того, как первая, вторая, третья волны пандемии как-то может начать спадать, вот интерес к нашим технологиям, то есть к искусственному интеллекту, здравоохранение тоже будет спадать. И нам совместными усилиями, вот я думаю, всей нашей рабочей группе, вообще экспертам и сообществу, как мне кажется, удалось не только это удержать, но и продвинуться дальше. И у нас в нашей индустрии искусственный интеллект и здравоохранение у нас есть очень серьезные совместные результаты вместе с рабочей группой и с экспертным сообществом. Несмотря на то, что было много, так сказать, обсуждений, дискуссий по поводу возможности все-таки выделения конкретного финансирования целевого на применение технологии искусственного интеллекта при оказании медицинской помощи, удалось с армейскими усилиями все-таки сдвинуть этот сейчас по погоде снежный куб, и он уже дальше все-таки начинает свое движение. То есть уже первые услуги медицинские, новые услуги, уже с применением искусственного интеллекта в своем составе уже с начала года поздравится. И для того, и сегодня я выступаю все-таки не с конспортацией, это факт, и благодарность всем экспертам за эту работу, а все-таки с запросом. Для того, чтобы нам дальше масштабироваться, для того, чтобы мы могли, конечно, не одну такую медицинскую услугу внедрить и, собственно, для разработчиков и для рынка появляться понятным и масштабируем рынок, а для того, чтобы это сделать масштабно, нам необходимо такие серьезные глубокие научные исследования. Вот у нас по поводу потенциальных эффектов и не краткосрочных, а все-таки среднесрочных и долгосрочных. Вот у нас было несколько высокоуровневых встреч и совещаний, в том числе с участием Минздрава, с участием Минцифы, с участием Минэр, где коллеги из министерства задавали нам как одному из разработчиков вопрос, какие конкретные эффекты. Вот при применении ваших сервисов конкретно сегодня нам задавали вопрос, сегодня сколько денег мы сэкономим? Вот сегодня. Если вот сегодня врач работает без искусственного интеллекта, завтра он работает с искусственным интеллектом, конкретно, сколько мы сэкономим? Покажите экономику прямо сейчас. И мы можем уже сейчас показать какую-то экономику, это касается сокращения времени на выполнение собственно на оказание услуги, но это не все, что мы можем как сервисы. Для того, чтобы более серьезные, более глубокие, более долгосрочные эффекты нам рассчитать, уже сейчас совершенно очевидно, что нужна глубокая, такая системная научная работа, и в которую нужно включать, конечно, экспертные группы, в том числе, которые есть в Департаменте здравоохранения Масковой, в Министерстве здравоохранения, и, конечно, туда нужно включать также специалистов, которые занимаются непосредственно экономикой здравоохранения. Есть специализированные институты, которые занимаются этим, которые рассчитывают эти эффекты, и вот этой трансформацией занимаются профессионально. Я бы хотела обратиться с этим запросом, чтобы на следующий год рассмотреть подвешку таких программ, научных исследований, которые просчитают нам эффекты не только в моменте того, что мы возвращаем время, вместо 30 минут выполняем услугу за 15 минут. Тем более, мы находимся в России, и для нас этот эффект не всегда столь значим. Мы это обсуждали в силу размеров среди заработной платы. Посмотреть долгосрочные эффекты. Если мы быстрее диагностируем заболевание, если у нас пациент не выпадает из экономики, если у нас сокращается и продолжительность лечения, и стоимость лечения. Эти все эффекты невозможно посчитать на коленке, на листочке, на калькуляторе. Нужно садиться и глубоко исследовать. Я уже сейчас вижу такой зарпрос со стороны научных групп, которые могут справиться с этой работой, но у них сегодня этой поддержки нет. У них нет поддержки официально, у них нет финансовых каких-то инструментов для того, чтобы такую работу оплачивать. Я считаю, что это очень очень важно. Спасибо. Спасибо большое, Анна. Я еще по крайней мере одного знаю союзника, Виктор Александрович Гимбалевский. Мы с ним общались, он тоже сейчас занимается тем, что он обчитывает мат-модель, модельку, на которой можно обосновать как внедрение искусственного интеллекта, оно позволяет в предиктивной диагностике, соответственно, в уменьшении стоимости лечения и в увеличении продолжительности жизни. В общем, он эту модельку делает, поэтому давайте здесь подумаем, вместе обсудим. Возможно, коллеги из центра компетенции нам помогут из Минэка, что с этим делать. Я тут тоже к примеру союзники, знаете, мне каждый раз как-то, не знаю, неловко, даже стыдно, когда мы говорим, что государство должно потратить какие-то деньги на внедрение искусственного интеллекта в индустрии. Ну, кажется, это же индустрия нужна, она сама может заработать. Но это же чистый бизнес, ничего такого. Ты считаешь, сколько ты получишь, на это пратишь и все. Но есть исключение медицины. Ну, медицина даже не зарабатывающая история у нас, по крайней мере, в стране. Вот. И если уж говорить про какие-то отрасли, куда точно нужно государство вкладываться и где именно государство нужно внедрять искусственный интеллект, то медицина, по-моему, на первом месте. То есть есть еще какие-то отрасли понятные, которые находятся под государством, но медицина, мне кажется, реагируют по двум причинам. Первое, что это действительно инвентационная область, и там непонятно, на чем она там может заработать. Согласиться, в чем проблема, если ты делаешь, ну, ты, предположим, я частная компания, ты сделал отличный медицинский продукт, как ты на нем заработаешь? Кому ты его можешь продать, у тебя покупателей нет, у нас нет покупателей, кроме государства. Это один момент. А второй момент, что я думаю, что многие специалисты со мной согласятся, если посмотреть, где потенциальный профиль больше всего от внедрения технологии искусственного интеллекта, но по отношению к тому, что, с одной стороны, сколько они могут дать, а второй, на каком уровне там сейчас такое внедрение, медицина, наверное, будет однозначным лидером. Саша, я вот кейс расскажу конкретный, который с коллегами обсуждали. Я согласен, что странно доказывать государству вроде бы из разряда очевидностей, но между тем, коллеги делают, например, по бронхиальной астме калькуляцию, то есть, если на раннем этапе бронхиальную астму найти с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, лечение стоит 100 тысяч рублей для новых цен, если на поздние 430 тысяч рублей. И они считают такую экономику по каждому клиническому сценарию, для того, чтобы государству показать, как внедрение решения в этой области оно в том числе финансовую нагрузку на бюджет снизить. Я думаю, что в таких примерах можно найти просто бесконечное количество у каждого есть. Здесь, я все-таки подпоминючу вас здесь на этом моменте. Сегодня в рабочем порядке этот вопрос обсуждали. Недостаточно. Вот в таком виде. Спасибо. Вот недостаточно. Это важный момент. Разница в стоимости лечения, например, на оральность одинокозная и по астме, и по онкологии. Но этого недостаточно. Почему? Потому что нет доказательной базы, что это изменение, эта дельта возникла исключительно благодаря средствам искусственного интеллекта. Такое доказательное возникло. Может быть, просто улучшился или воздух улучшился. Может быть, у нас там, я не знаю, стресс у всех возрастов, поэтому мы перестали болеть астмой. То есть здесь настолько вот это сегодня в профессиональном кругу прозвучало, что просто вот разница в стоимости лечения это недостаточно. Нам нужно доказать, что при вот этом гибридном подходе, когда врач работает вместе с технологией, происходит изменение диагностики, происходит изменение процесса терапии. Вот это нужно доказать, для этого нужно довести такую хорошую, серьезную работу. Не в режиме, как мы, как стартап уже зрелый, но тем не менее мы бежим, 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 бежим вперед и нам нужно здесь скорее таких достижимых результатов достигать, до которых мы можем дотянуться. А все-таки науку здесь это очень важно, из-за полотности как медицина. Поэтому, да, коллеги правы, но вот именно ровно это, вот ровно эти эффекты, их нужно доказать и нужно доказать вклад тех самых технологий в достижение этих эффектов. Павел, был вопрос, уже снялся. Все хорошее. Давайте, коллеги, последний директор. Добрый день, коллеги. У нас в Наталье университет 2035, университет является федеральным админатором по мероприятию обеспечения ДПО в области искусственного интеллекта. И вот как раз вторым, по-моему, или третьим пунктом по кроссплатформенным, вопросом, прошу прощения, отраслевым, вопросом было как раз недостаток IT-кадров. И вот в этом году мы запускали пилотный, можно сказать, старт проекта по обучению и, собственно говоря, увидели, что из-за наших слушателей, я их более двух тысяч приступила к обучению, не все собираются выходить на рынок и, собственно говоря, менять свою профессию. Очень многие заинтересованы в том, чтобы впоследствии в своей области применять технологии искусственного интеллекта. Соответственно, если мы будем переориентировать программы на то, чтобы они были заточены под отрасли, наверное, нам бы хотелось получить от отраслей конкретный запрос. Какие именно специальности наиболее востребованы в той или иной отрасли? То есть, что они хотят увидеть, если ориентировать наши программы ДПО именно на отраслевую специфику, если такой запрос есть? Хороший вопрос. Я, если честно, сходу не могу ответить. Этому был посвящен вообще форуму на полисе в этом году с 23 по 25 число пропадился, который в ноябре, там именно разные мнения были относительно отраслей, какие конкретно программы нужны. Мне кажется, не очевидно, я даже не знаю, как именно ответить. дать поручение рассмотрения сработать. Я вообще, прости, я сейчас сижу и чем дальше, тем больше мы свободы и обмени, чувствую неловкость. Они такие, типа, сидят, в призе, и отвечают на какие-то вопросы. Как так получилось? Мы же рабочие группы, здесь нужно сказать, что каждый сидящий в этом зале обладает такой же, да, такой же экспертизой, ну, не такой же, в смысле, у каждого есть, она какая-то своя, и мы здесь наполняем друг другу, потому что у нас, по идее, должен быть не формат вопросов-ответов, а формат какого-то обмена мнениями и соображениями, предложениями. Ну, тут просто и по моему отчету был, по исследованию по нашему был вопрос, я затрудняюсь на него ответить, я предлагаю, как открыто, наверное, зафиксировать вопросы. Тут можно добавить что, что мы сейчас разработали проект, да, модель компетенции во сфере искусственного интеллекта, а в следующем году нам так стоит разрабатывать это сливые модели компетенции, и этот вопрос станет во весь рост, поэтому мы к нему обязательно придем. Коллеги, еще вопросы? Михаил, самый последний. Последний вопрос, действительно. Я, наверное, отметить, сегодня, наверное, проект, вообще, помогли бы задать вопрос РЦТ по потребности, да, плюс по некоторым программам без искусственного интеллекта, мы видим на баллу снижение показателей, что не конкретно у вас, а по другим программам. Какие? Никому не очень, я один, а вопрос РЦТ мы обязательно зададим по потребности в кадрах, квалифицированных подрослев. Спасибо большое. Ну, мы провели, наверное, рабочую группу, можно сказать. Здесь у нас по плану было завершающее слово Андрея Андреевича Бересова, но так как он не может присутствовать, Саша, постучайся. Ну, я что хочу сказать, что мы постоянно начинаем, я сам тоже так ощущаю, что когда приходят к нам с каким-то вопросом, скажите, мы начинаем рассказывать часто, ну, так интуитивно, хочется пожеланий, что должно было бы произойти хорошего и прекрасного. потому что вот открывается редкие возможности. Окно такое из государства, открывается окно, и там спрашивают, расскажите, чего вам не хватает? И все говорят, вот на чем-то хватает, главное, что не забыть, и все перечислить. мы же, ну, то есть никто кроме нас это не сделает, ну, по факту. Ну, то есть, хорошо, деньги, так быстро, что можно выделить, если мы точно объясним, для чего, как, как будем ждать эффективность, куда пойдет, почему так будет хорошо, а не будет плохо. Самое интересное, что кроме, условно говоря, нас это никто не сделает, ну, никто не предложит нормальную, хорошую, продуманную, деталью, эффективную схему, которая будет наиболее полезна для государства, для развития технологий искусственного интеллекта, для их внедрения. И поэтому, мне кажется, что нам, именно нам, нужно порождать в нашей рабочей группе не вопросы какие-то, и не общие приложения, хорошо бы помочь индустрии, не знаю, а очень предельно максимально конкретные шаги, суперконкретные шаги, которые, понятно, как проверять их выполнение, которые совершенно точно будут приближать нас к цене. Ну, с одной стороны, с другой стороны, если мы видим, что где-то принимаются не те шаги, которые не самые эффективные, их поправлять. Ну, в общем, я желаю, хочется нам пожелать в следующем, в следующем, не знаю, чем в году, двухлетие, трехлетие, потому что, конечно, явно дляризонт не должен быть год. Продолжение, нашей деятельности, которую мы ведем, максимум конкретики, максимум конкретно измеримых результатов, чтобы можно было чем похвастаться, может быть, мы не сможем обхватить все области, может быть, мы не сможем обхватить все сферы, может быть, ничего может быть. Конечно, конечно, мы не сможем решить все задачи, но очень хочется, чтобы у нас каждый раз, когда мы будем друг перед другом отчитываться и рассказывать, вспоминать, что произошло за год или за два, или еще за сколько-то, чтобы мы говорили о абсолютно конкретных достигнутых результатах, за которые было бы не стыдно, которыми можно было бы гордиться. Но еще раз скажу, что самое важное, что мне кажется, что никто, кроме нас, сидящих здесь, эту часть не сделает. Ну, просто вот, грубо говоря, экспертов, которые сейчас обсуждают, как должен работать федеральный проект, за редкими смещениями, то есть, если опыт не за пределами, этой комнаты нету. Поэтому мы не можем давать здесь поручения, от нас здесь ожидается не поручение, а очень-очень конкретные рецепты.